Здравствуйте, мои дорогие подписчики и мои гости, гости моего канала. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных раскладов. Тема моего расклада, тема моих раскладов, извините, любовь и отношения, так же, как и тема моего канала, за большими раскладами, может быть, подобными раскладами, обращайтесь под моим видео, все здесь контакты. Я провожу прямые чаты, провожу аудио, сообщения присылаю, я провожу аудиоконсультации, поэтому вытаскиваю из тяжелых ситуаций даже людей, которые люди отчаялись, даже не знают, что дальше делать. Обращайтесь, не пожалеете. Итак, сейчас хочу очень серьезный, кстати, расклад посмотреть. Расклад не для всех предупреждаю. Может быть, он будет позитивный, вот какие карты достанут, такие выйдут, так и буду рассказывать. А может быть, негативных. Тема будет идти о манипуляторах. Может быть, знаете, влюбленных женщин, о чем-то говорить бесполезно, она как слепая ничего не видит. Поэтому это любовь, это любовь, она такая, знаете, затмевает. А вот один участник чувствует себя уверенно в отношениях, да, а второй не видит открытой агрессии и не имеет возможности, как я всегда говорю, сопротивляться этим отношениям. Давайте посмотрим, какие сейчас отношения в этом показательном раскладе нам может показать на пару, да. Можете присоединяться к раскладу, можете просто его посмотреть, можете просто заказать свой такой же расклад, либо какой-то другой на основании вашей ситуации. Знаете, это некая самодиагностика, да, что меня не устраивает в отношениях. Ну и посмотрим, какая вообще тема идет. Действия, намерения партнера, да, как себя он ведет в этих отношениях. Может быть, загаданный человек. Также мужчина, если смотрит, может перевернуть это на себя, может посмотреть на женщину. Вот, ну расклад, в принципе, универсальный. Вот все, что показывает, покажет. Беречь нервы не буду, не для слабонервных, сразу говорю. Вдруг будет не для слабонервных, вот про что говорю. Давайте будем смотреть. Вот что выйдет, то и выйдет. Бывает, что-то не устраивает в отношениях, но человек себе не может в этом признаться, да. И поэтому, что может не устраивать в отношениях, в отношениях к другому партнеру? Что мы здесь видим? Человек действительно партнер, да, он отказывается брать на себя какую-то ответственность. Даже вот за собственные поступки. Вы должны все за него решать. Давайте буду говорить вы, потому что мне, мужчина, женщина, говорить неудобно. Ну просто я буду забиваться. Потому что какое-то удовлетворение своих потребностей, ну человек просто перекладывает на свою партнершу, либо партнера, да. Все переваливает. Вот ты должна все делать, либо ты должен все делать. И договориться с ним совершенно невозможно. Вот это действительно все-таки не устраивает, да. И появляется жертва. Ну, жертва, что такое жертва? Жертва, она всегда соглашается, да. Давайте посмотрим. Вот видите, манипуляция, аркан дьявола. Вот прям я вот говорю о карте, понимаете, уже заранее продолжает, но это самое, то, о чем я говорю. Жертва, манипулятор, аркан дьявола выставляет все не таким образом, как на самом деле есть. А жертва соглашается, она даже довольна, что она попала в вот такие отношения, да. И своего мнения, по всей видимости, жертва не имеет. Почему? Потому что он наступает, аркан колесницы, подавляет и наступает, да. Вот. Это нужно обязательно понимать. Вот, вероятно, внутри-то и не устраивает. Вот это чувствует, и человек свое манипулирует, да. А действие и намерение человека, давайте посмотрим, что он все-таки хочет. Посмотрите, какого мы видим уверенного в себе человека, да. Вот ставит опять человека в такой безвыходной ситуации. У него потребность все контролировать. Свою судьбу, вашу судьбу контролировать, да. Ограничить свободу, нулевой аркан дурака, пусто. Почувствовать себя, может, вы можете себя чувствовать опустошенный, да, как-то, да. Он не дает вам личного пространства. Отношения здесь могут развиваться очень быстро. Вот быстро, прям сразу ставит перед выбором. Вот он выбор, двойка. Пентакли, выбирай, да, либо я, либо ничего. И что это делается? Отношения, может, у кого так произошло, они быстро развиваются. И через какое-то время, через знакомство, после знакомства, люди съезжаются или женятся, да. Вот он, вот этот вот, свободу отбирает. Отбирает свободу. И поэтому очень, может быть, у некоторых так было, что сразу требует, давай распишемся, давай пойдем, давай что-то сделаем. Вот это настоящий манипулятор. Не дает даже одуматься своей жертвой, своему человеку. И также вот я здесь вижу, знаете что, давайте посмотрим. Вот у вас, кстати, очень сильная, красивая, мощная женщина. Вот, кстати, вот сразу это понятно. Имеющие. И, кстати, вы даже вот в чем-то сошлись изначально, у вас общие интересы. Сначала общие интересы, почему люди говорят, ты такая, как я, я такой, как ты. И, вероятно, у вас это получилось. Создали семью, либо создали союз, это понятно. И вроде как бы все мирно, да, все гладко, все прекрасно на самом деле. Вот поэтому это и есть этот расклад. Мы смотрим подоплеку, подвох этих отношений, да. Его вот так же поведение, понимаете. Давайте посмотрим. Видите, восьмерка, то есть луна мы видим, да. И пара. О чем это говорит? Это я говорю, что человек просто луна. Отрицание некой реальности. Каких-то фактов. Он всегда говорит, я такого не говорил. Ты сама все выдуваешь, ты себя накручиваешь. Ты слышишь только то, что хочешь слышать ты. Как ты такая надменная, ты сама все решаешь. Я здесь вообще не при делах. Это тоже слова манипулятора. А вот у вас есть свои потребности, по всей видимости. Они не удовлетворяются. Да, вот эти потребности. И вы, наверное, об этом даже не догадываетесь. А что такое за потребность? Вот мы здесь видим, кстати, какие, да, которые действительно не удовлетворяются потребности. Аркан звезды, у вас есть высшие помыслы. Вы созданы для чего-то другого, возможно, даже для другого избранника, да. А, возможно, у вас тайный роман. Вот видите, Паш прижал к себе кубок. Вы, наверное, все-таки скрываете эти отношения. Возможно, у кого-то тайный роман на стороне. Либо какие-то проблемы в семье, либо в отношениях. И вы начинаете избегать общения с внешним миром. Потому что вам стыдно, наверное, все-таки рассказать. Либо вы боитесь о своих отношениях, что происходит. И то, что вы расскажете, что у вас нездоровые отношения, могут воспринять как недоверие, либо агрессия. Или просто поднимут насмех, да. Видите, есть вот такая карта. Вы боитесь рассказать о своих вот Паш. Паш – это такие, знаете, отношения, когда они недостаточно развиты. Тем более есть кубковая масть, да. Но, тем не менее, вы не выходите с этих отношений. Чем эти отношения все-таки важны для вас? Ценны. Может быть, хоть здесь что-то хорошее мы увидим. Но здесь мы видим аркан смерти. Посмотрите. Мужчину, да, типа партнера видим, да. Все равно есть неудовлетворение. Поиск чего-то, да. Поиск спасения в этом мужчине, в этой женщине, в своем партнере. Созависимость, да. Спасение от одиночества, что мы видим аркан смерти. Все-таки некая тяжелая реинкарнация. Поиск от своих каких-то проблем, решения, да. И ничто вас не спасает. Ничто не может делать счастливым, как этот ваш партнер. Он ваше спасение, ваша погибель, да. Вот давайте будем так говорить. И вы это понимаете. И это созависимость стопроцентная. Вот видите, какой цвет карт даже идет. Он такой неяркий, некрасивый. Все эти карты идут темные. Я предупреждала, что могут быть нехорошие такие, да. Все-таки карты могут выходить. И часто, кстати, себя спрашивают. А совпадают ли какие-то ожидания от партнеров, да, вместе? Есть хоть что-то в этом союзе, что вас может роднить? Опять мячевая масть, опять приказной тон, да. И опять подчинение, паш, жезлов. Представляете? А у вас и не спрашивают. Он устанавливает свои правила, он контролирует. Он может шантажировать, может манипулировать. А вы жертва. Представляете, вы жертва. Он не обращает внимания на ваши там какие-то переживания, да. Представляете? Вот в чем вопрос. А вы, в свою очередь, все-таки не обращайте внимания на свои потребности. Вы даже забываете о себе. Вы растворились в нем. И вы думаете, что вас с ним связывает настоящая любовь. Вы так думаете. Но на самом деле, вот опять мы видим созависимость. Это токсичные отношения. А знаете, почему токсичные? Потому что вы потеряли свою автономность. Вы не можете без этого человека жить. Вот она, манипулятивная такая часть этих отношений. Так как же быть все-таки, да? Ну вот как быть? Может, совет карт давайте спросим, что здесь быть. Но вы не принимаете решение, если вдруг этот расклад покажется для вас знаковым. Вы просто подумайте, походите, переспите с этой мыслью, да? Вдруг кто-то действительно попал в эти отношения. Что же все-таки делать, да? Совет карт. Вот мы видим аркан разрушающейся башни. Мы видим попрошайку тут, да? Мы видим угнетение. О чем это говорит? Что может быть изменить в этих отношениях? Как быть? Вы должны понимать, что никакая манипуляция никогда не бывает основой для каких-то вот здоровых действительно отношений. Вот это надо понимать. Вы ему искренне верите. Может быть, мужу, может быть, любимому человеку. Вот. И у вас, возможно, даже нет никаких вот подозрений, что вас могут обманывать. Да? Первое время, или вообще первое, что жертва начинает, ну, вот женщина, которую обманывает, она начинает искать причины у себя, в себе. Это из-за меня. Это я виновата. Я всегда говорю, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Если они убивают ваши эти отношения, у вас глазки-зад стал тусклый, вам, вы все плохо чувствуете, плохо, как говорится, выглядите, цвет волос, цвет глаз, седина, потухшие глаза, посмотрите, пожалуйста, ну, не цвет глаз, извините меня, а вот потухший огонек в глазах – это не здоровые отношения. Зеркало вам все покажет. В здоровых отношениях всегда, поймите, присутствует взаимоподдержка, некая эмоциональная, позитивная связь. У людей есть диалог, есть общие интересы, а здесь нет подавления, да? Если вы все-таки сомневаетесь в себе, вот по какой-то причине, может быть, думаете, что ваши ощущения, их недостаточность, какое-то вот неправильное ощущение, может быть, вам обратиться действительно за помощью, да? Вот, ну, кому вы будете обращаться, это вам, конечно, и решать, разобраться в этих отношениях, а потому что ваша личность, возможно, начинает уже деградировать и распадаться. Это надо понимать. Вот понимаете. И распадаться по частям, потому что это форма, знаете, какого-то психического все-таки насилия. Психическое, ну, психологическое, да, так, психическое. А цель этого человека все-таки, может быть, он любит вас по-своему. Вот в манипулятивных, когда идет манипуляция, цель человека заставить сомневаться, как он говорит, «ты это, я этого не делал, это ты себя накручиваешь», сомневаться вас в себе. Вот реальность, что реальность на самом деле не такая, как вы думаете, реальность он создает. И еще и, собственно, адекватность, то есть почувствуй себя просто дурой. Вот ты дура, ты не понимаешь, да, как ты есть. А все это приводит, может быть, кто-то понимает, отчаяние, депрессия. Человек не верит в себя и в свою силу. Вот это, пожалуйста, понимайте. Поэтому, пожалуйста, прислушайтесь себе, доверьте себе, не другому человеку, потому что только вы, вот только вы можете знать, что на самом деле чувствуете. Не он, а вы. И вы поймете, что доставляет вам боль, обиду и страх. И никто не сможет за вас это решить. Я, конечно, понимаю, что я говорю сейчас, вам, может быть, стало понятно, не стало легче. Ну, не стало легче. Ну, не надо ходить, говорится, протянутой рукой за этими отношениями, потому что в итоге рано или поздно эти отношения распадутся. Вот я всегда говорю, я не буду щадить. Я говорю, что расклад не слабонервных. Аркан, разрушающийся в башне. Извините, уже голос садится, много говорю. Это развод, это распад семейного чага. Это рано или поздно это произойдет, либо может закончиться вообще совсем плохо. Здоровье, все, что угодно. Берегите себя, пожалуйста. Вот итог карты этих отношений. Это отношения распадутся, если вы не возьмете инициативу в свои руки. Если вы не сломаете эту ситуацию, не перестанете быть жертвой. Вот просто мои дорогие, мои любимые, вот все, что я вижу, все рассказала. Пожалуйста, берегите себя. И как можно, говорится, раньше отползайте, отползайте из этих отношений. Вот вам добрый совет. Если кто узнал, что такое манипуляция, что когда, может быть, да вот вас просто ставят такое положение, говорят, что люблю. Любящий человек никогда так не поступает. Любовь – это диалог. Любовь – это жалость. Как, наверное, наши бредки говорили «люблю», значит, «жалею». А человек, который жалеет, он никогда не заставит страдать свою половинку. Понимаете? Счастья вам, мои дорогие. Сразу выводы не делайте, подумайте. С вами была Викана. Ожидайте моих новых раскладов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова